Всем привет! Добро пожаловать в Голодную пару! Ой, наконец, вторую доставку привезли сегодня. Это доставка корма для животных. Опоздали на 3 часа. В общем, держали нас на приколе, мы должны были уйти по делам, но ничего не получилось. Я корм заказывала, что надо. А собака была голодная? Нет, ну неправда, еда у нее еще была, но совсем все. Она съела последнюю кружечку, больше еды вообще не было. И я заказываю корм. Вот в таком интернет-магазине, называется он Pet Shop. Цены в нем мне нравятся. Доставка от, по-моему, то ли от 900, то ли от 990 рублей. Бесплатная. Ну а так как каждый корм, даже если по отдельности заказывать, все равно уже будет бесплатная доставка, потому что каждый корм стоит больше 1000 рублей. Это для кошки. Ну и тут и другой корм для собаки. Для кошки Хиллс. Это нам наша заводчица сразу сказала, что Хиллсом нужно кормить. И в принципе ветеринары наши говорят, что Хиллсом нужно кормить. Для кошки это для сеньоров, ну в общем для взрослых кошек, старших синими лет, с курицей. Бывает еще с Хиллсом, но я его ни разу не поймала. Да и боюсь, собственно, брать, потому что кошка нос воротит от всего. Уж привыкла к этому, пусть ест. Здесь 2 килограмма, но почему-то получается, что вот здесь 3 килограмма в табачьем форме. Для маленьких и миниатюрных пород, ну мы здесь нарисованы, значит для нас, в возрасте от 1 до 6 лет. У собаки, как я уже сказала, 3 килограмма. Вот вес. У кошки 2 и все равно. Вот покупаю одинаково, как бы в одно и то же время, но у кошки еще корм есть и достаточно прилично. А у собаки, то есть она получается ест больше. И так как собаку мы не выгуливаем, она у нас ходит на пеленки. Вот такие пеленочки 30 на 30, очень они хорошие, удобные. Я однажды взяла в магазине для животных пеленки и просто вообще плевалась, какие ужасные. И закончился у нас шампунь для басси. Вот такой я беру шампунь. Он шампунь-кондиционер, послушный шелк для длинной шерсти. Но сейчас у нас не длинная шерсть, но все равно очень хорошо он моет и очень хорошо шерсть блестит от него. Мне он очень нравится. Вот такие лапки нарисованы. Значит, это для кошек 1233, для собак 1247, пеленки 30 штук 467 рублей. И шампунь-кондиционер мистер Бруно 318. И объем у этого шампуня 350 миллилитров. Ну, мама вам рассказала про вторую доставку, а у нас есть еще первая доставка. Она пришла очень хорошо вовремя. Мы думали, что все замечательно сложится. И мы пойдем, да. Но мы не пошли никуда из-за того, что ждали вторую доставку. Ну, в общем, немного предыстории. Маме все это, то, о чем мы сейчас будем рассказывать, кроме одной вещи, прописал дерматолог. Да. Если вы не видели, я продолжаю читать ваши комментарии за прошлые видео. Кто-то написал, что в Эстонии эта косметика продается в аптеке без рецепта. У нас тоже без рецепта, дорогие друзья. Ну, просто она аптечная, она в аптеке продается. И то, что прописал... А, как называется у нас аптечная? Нет, то, что я говорю, что мне прописал врач, ну, это просто как бы рекомендация, назначение. Но рецепт, конечно, мне никто не выписывал. И второе, кто-то порекомендовал... Я точно не помню, кто, но помню, что порекомендовали. Да. Кокунцентр.ком, это французская аптека. А до того, как порекомендовали, я эту аптеку нашла еще. Интернет-магазин. Но, к сожалению, они перестали... Ну, может быть, вы когда-то заказывали в Россию, а сейчас они перестали принимать заказы конкретно на Биодерма в Россию. Что очень-очень-очень печально, потому что... Ну, например, вот мыло для рук, которое сейчас покажем, у нас оно стоит в России, в разных у нас в Москве аптеках, 600-800 рублей один кусочек. А там на сайте 250 рублей. Вы представляете, какая разница? Один кусок 250 рублей, а по акции можно за 450 рублей. Вот, поэтому нам пришлось заказывать в нашей аптеке, ну, как в российской. Да, я по самой, вроде, выгодной цене нашла, но все равно, конечно, это не Кокунцентр. Если вы находитесь не в России, если вы находитесь в Европе, или еще там, по-моему, какие-то страны есть, то можно заказать вот на том сайте. Ну что, рассказывай. Все почти тебе. Мне два крема порекомендовали, кусковое мыло и вот такое масло. Для тела здесь написано. И лица. Не знаю, насколько для лица. Аня уже помыла. Я не люблю жидкое мыло. Да. Но, в принципе, мне это средство прописали именно как мыло для рук. Ну, в общем, это мы взяли на всякий случай, чтобы хотя бы попробовать. Я говорю, мам, попробуй лицо помыть. И этого средства в пробнике у меня не было. Я, честно говоря, вот мы сегодня, пока ждали эту... Время, когда получили доставку, мы обсуждали с Аней, я говорю, я всегда думала, что в аптеке продаются, ну, знаете, какие-то никчемные абсолютно фирмы. Ну, такие. Типа погладил и ладно. В общем, что-то нанес и все. И вот вы представляете, как перевернулось мое восприятие благодаря тому, что мне дали просто пробники. Я бы сама в жизни не пошла вот это покупать. Ну, потому что еще какие-то... Ну, дай сюда. Ты что, не можешь дать? Нет. Ой, господи, это другое. Какие-то тюбики такие невзрачненькие. Баб, мы любим... Огромные. Красивые, яркие тюбики. Мы любим глазами. Поэтому нам нужно, чтобы все было красивенько. Вообще, я не знаю, может быть, многие не знают, но, например, Арифлейм начинали продавать именно с аптек. Ну, а так как я знаю эту косметику, знаю, что, ну, ничего прям такого сверхъестественного, аптечного. Лечащего. Да. Да, восстанавливающего. Никаких таких супер-пупер средств в этой фирме нет. Виши. Ну, тоже, в общем, мне абсолютно не произвела впечатление эта муарка. И вот только благодаря тому, что мне дали пробники, такая молодец, мудрая моя врач, кто еще не видел, я выложила адрес аптеки и, как зовут, моего врача, дерматолога... Какой аптеке? Что? Адрес какой аптеки? Адрес не аптеки, адрес клиники. Какой аптеки? Может, мне тоже надо? Я выложила в нашу группу блог на пару ВКонтакте. И два крема, теперь вот уже больших. Вот такой один крем, второй крем. И Аня трогает мои руки, говорит, мама, у тебя уже сто лет таких рук не было. Ну, просто такие гладкие пальчики стали. Ну, у меня, я говорю, ну, такая сухая кожа. Ну, все, прям вот, чем бы я ни мазала, ну, намажешь кремом, да, ну, какое-то смягчение ощущаешь. Но чтобы без крема руки были вот такие гладкие, именно, знаете, пальцы особенно большие. И вот на указательном пальце у меня вот здесь вот по бокам тоже все время, как наждачная бумага. И, в общем, я, конечно, влюбилась в эти средства. Ну, а про мыло, это вообще отдельная песня. Ну, покажи, мыло. Никогда в жизни такого... Сам кусочек такой хорошенький. Да нет, дело даже не в кусочке. Вот такого мыла, чтобы сразу после мытья рук, кстати, он сколько, 150 или 100 грамм? Не знаю. 150 грамм. Ну, вроде как обычная волна, она, знаете, такая прозрачненькая, как будто бы, хорошенькая. Ну, руки просто исключительные. Уж какая я привереда, потому что, еще раз говорю, у меня супер-пупер сухая кожа, сверх сухая. И я очень довольна, и просто, конечно, счастлива, что такие средства кто-то изобрел. Вот эта вся серия, это серия отодерм. То есть, это серия... Сверопитательная. Для атопичного дерматита. То есть, дерматита... Это я сегодня прочитала, я не просто такая умная, я прочитала. Для конституционально сухой кожи. То есть, это средство используется, когда есть аллергический дерматит, он вызван каким-то внутренним процессом или внешними раздражениями. Эти все средства, они защищают, ну, я просто это все прочитала, защищают, помогают восстановить кожу. Вот. И, ну, они все вместе как бы работают. Там есть несколько серий, я про другие серии не читала, Биодерма, потому что мы их сейчас точно не будем брать. Но вот эта серия, она как раз именно для нас, потому что у нас постоянно, ну, вот у мамы сейчас и у меня, в принципе, всегда тоже постоянная аллергия. Постоянные какие-то аллергические процессы. Вот. А я взяла себе бальзам для губ. Я уже его тоже сперла, очень хорошая вещь. Да, у меня за один день вот эта правая болячка прошла, вторая еще на подходе. И губы целый день, вот я второй раз сейчас намазалась, по-моему, губы целый день в этом бальзаме. И там нужно совсем капельку, чтобы разнести по губам, прям так, ну, как-то тонким слоем, тонким-тонким-тонким слоем ложиться. И даже, когда облизываешь, облизываешь, знаете, как бальзамом обычным намажешь, только облизнуло, уже ничего у тебя на губах не остается. А здесь мы даже поели, и все равно он был на губах остался. Здесь очень интересно, просто написано, что указание не надо, свойство устраняет сухость и трещины, питает, увлажняет, а благодаря какой-то там их, какому-то комплексу порог чувствительности кожи что делает? Повышается, по-моему, повышается. но на самом деле понижается порог чувствительности. В общем, в общем, менее чувствительные губы становятся, они действительно не так болят, и сейчас вот у меня, так как они очень раздраженные, не так болят, и в общем, очень-очень-очень приятно. И стоит эта штука 453 рубля, ну, учитывая, что у нас сейчас 350 рублей, по-моему, кармекс стоит. Нет, учитывая, что Аня мне, помните, тогда подарила герлен? Да, который все 300 рублей за 1600 рублей. Ты такая ерунда, просто я домазываю, уже не знаю, когда это фигня закончится. Ну, да, такого эффекта, конечно, не было. Абсолютно. Вот, так что, это очень классная вещь, особенно сейчас, я думаю, на мороз хорошо будут все потрескавшиеся губки будут залечивать очень классно. Вот, так что, мы вместе... Ну и вот второй уже тюбик Лакобейс Репеа заказали, потому что тоже мне прописали продолжать пользоваться этим кремом. Хороший доктор у меня, да? Если бы не она, я бы никогда жизни этого не узнала. Вот такие у нас сегодня закупы. Просидели, мы прождали эти доставки. И еще ко всему прочему, у нас какие-то начались проблемы с интернетом. Мало того, что мы дома, мы еще половину делать не можем из-за интернета. Не знаю, что случилось, может быть, опять что-то... Наверное, замутнение солнца зеленое... ну завтра затмение, да. Посмотрим. Кстати, на вас влияет каким-то образом затмение? Или вы абсолютно нейтрально относитесь к тому, что происходит у нас на небесах? И напишите, пожалуйста, как вы относитесь к аптечной косметике? Покупаете ли вы ее? Считаете, что это дурь полная? Нет, ну мы покупали с тобой. Вот помнишь, для волос я покупала на К. не, ну я пользуюсь российской... Адвент вот этот, или как он называется? Я интингелем российским пользуюсь, мне тоже врач прописала. Ну вот врачи молодцы. Врачи молодцы. А мы с вами обязательно увидимся завтра, обнимаем вас крепко-крепко-крепко-крепко-крепко-крепко и желаем вам доброго утра. Счастливого дня. Спокойной ночи. Пока-пока. Редактор субтитров А.Семкин